Приветствую вас, Регина. Смотрите. Сейчас всё очень похоже сильно на то, что вы просто нуждаетесь в своём музе, не знаю, это в чём-то, что он вам давал, в чём-то, чтобы от него получали, когда были с ним, вместе с ним были в отношениях. Вот. И, в общем-то, забыли о том, что имели место быть некие проблемы, которые и привели к тому, что вы со своим мужем развелись. То есть, вот, есть у меня такое ощущение, да, что вы вот просто забыли об этом сейчас. В силу ряда причин, например, в силу своей нуждаемости в человек, в силу того, что он вам, например, необходим, ну, может быть, может быть, в силу чего-либо ещё. Но проблемы, из-за которых вы развелись, они остались. Они никуда не делятся, к сожалению. И очень-очень важно, чтобы вы на эти проблемы свои обратили внимание. Потому что только тогда и только так вы сможете, ну, действительно свои отношения вывести на новый уровень. Так получается, что развестись развелись, непонятно, что стало с теми проблемами, из-за которых вы развелись. Какое ваше отношение к ним, к этим проблемам? А вот. Потеряли ли они актуальность сейчас? Эти проблемы для вас? Или нет? Актуальны ли они также для вас по-прежнему? Или нет? Да. Да, то есть, вот этот момент, он, как-то вот, совершенно здесь, не ясен. К сожалению. Вот. А выяснить его, ну, наверное, принципиально. Потому что, извините, вы свои отношения, ну, вам свои отношения нужно беречь. Вот. Так получается, что вы это, ну, не делаете. Дальше. Вы говорите о том, что, ну, что боитесь испортить все. Что именно все вы боитесь испортить? Боитесь ли вы, может быть, своего мужа отоплакнуть и прочее? Ну, тут вот тоже, на мой взгляд, желательно разобраться. Потому что, если вы боитесь, то вы уже, к сожалению, не свободны. А если вы не свободны, то вы не можете естественным образом себя, ну, реализовывать с человеком. Ну, с мужчиной своим. Дальше, значит, после разговора я начал понимать, что все свои ошибки, какие ошибки, что вы с ним делаете. И до сих пор я люблю мужа, и он для нас самый лучший и родной. Для кого для нас, для вас это только? Ну, тут, у меня вопрос возникает. Почему для нас? То есть, может быть, для вас? Именно для вас. Для вас может быть, может быть. Но то, что вы себя с ребенком считаете единым целым, это скорее свидетельствует о некоторых проблемах. В, точнее, не вы, а с вашими личными границами. Вот. Которые, вероятно, имеют смысл преследовать, чтобы не было вас такого, что вы, например, говорите в любом множественном числе. Вот. Это тоже несколько мешает, так сказать, пониманию и чувствованию себя в полной мере. Вот. Дальше. Он хорошо к нам относится, но я не знаю, есть ли у него чувство и желание вернуться в семью. Но, понимаете, в чем здесь трудность? Трудность, трудность здесь в том, что вы говорите про семью. Вот. Вот. В этом трудность. Трудность. То есть, что-то. Речь идет не о вас, да? Например. Хочет ли он быть со мной. Допустим. Речь идет не об этом. Речь идет о том, что хочет ли он вернуться в семью. То есть, что, возможно, для вас определяющей ценностью является именно семья. Но, извините, семья это не совсем люди, семья это социальное образование. А отношения между людьми выстраиваются в том числе посредством социальных образований, но не только. Не только им, имя. Поэтому, если вы на первое место ставите, например, вот, эти самые семейные, семейные, допустим, ценности. И хотите, чтобы человек вернулся именно потому, что вы хотите быть в семье. То я боюсь, что в таком случае у вас может ничего не получиться. Потому что семью вы, может быть, и хотите, а человеку нужны отношения с вами, например. Вот. И если этих отношений нет, то могут быть серьезные проблемы. Дальше. Договаривать не боюсь, что постоянно испортят. Точно тоскую по нему и очень хочу, чтобы он был рядом с нами. Ну, здесь я бы предложил, наверное, разобраться с природой тоски. Вот. Я бы предложил вам разобраться с природой тоски. И с тем, вот, с тем конкретно связано ваше желание того, чтобы он был с вами. Да? То есть, вот почему вам так хочется, чтобы он был с вами. То есть, какие ваши потребности, опять же, за этим, может быть, скрываются. Да? То есть, чего вы хотите, вот, что вам нужно. Это то, на что необходимо обратить внимание. Дальше. Если надежда сразу семья воссоединиться и мы сможем начать социального без ошибок прошлого. Ну, надежды есть, но пока вам ни в коем случае не стоит воспринимать друг друга как семью. Да? Стоит принимать от себя отдельно, мужа отдельно и ребенка отдельно. И надежда сразу не получится, потому что это игнорирование не что иное, как игнорирование опыта. Вот. Поэтому этот опыт, который вы получили, его необходимо правильно осмыслить, вот, конструктивно сделать выводы, скорректировать поведение и так же тогда, вполне возможно, что это и получится. А пока достаточно такая идеализированная и в некоторой степени оторванная от реальности. Картинка, получается, мира и картинка семьи. Вот. То есть, здесь картинка семьи как самоцель получается, вот. А целью все-таки является человек. Вот. Сам человек. Такая вот история. Поэтому я очень, очень надеюсь, что вы пересмотрите свою позицию, для того, чтобы она была более реалистичной. Вот. И займете в первую очередь собой, в первую очередь психотерапией, да, перед тем, как вступать в отношение с мужем. Потому что, если вы вступив в отношение с мужем, будет повторять те же ошибки, он опять ведет. Скорее всего, второй раз вам его уже не вернуть. Извините, пожалуйста, это ввиду. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.